Меня зовут Арина Чак, я основатель проекта Акушерство Клуб. Я хочу вам рассказать о нашей замечательной программе сопровождения родов. С самого начала беременности, начиная со второго триместра, родители приходят к нам в клуб на Акушерство Посиделки. Это бесплатная встреча с акушерками, которая проходит два раза в месяц. На этой встрече присутствуют и наши доулы, это не медицинский персонал, который сопровождает роды, и наши акушерки. Это медицинский персонал, который сопровождает роды. Беременные знакомятся с акушерками, приглядываются к ним, выбирают себе кого-то по духу. И уже ближе к концу второго триместра определяются, что с этой акушеркой мы будем рожать или с эту доулу мы выбираем. В 36 недель происходит первичный прием. Он длится обычно час-полтора. Акушерка собирает анамнез, расспрашивает о том, как рожала ваша мама, как рожала ваша бабушка, как проходила ваша беременность. Смотрит вашу обменную карту, анализирует, не знаю, ваше место проживания, ваше вероисповедание, ваши надежды и чаяния по поводу родов. И исходя из того, что она услышала на приеме, исходя из того, какую информацию она собрала в этот день о вас, она вам рекомендует роддома, врачей. И что самое главное, вы составляете вместе план родов. План родов это такая бумажка А4, на которой прописаны все-все-все пункты, которые конкретно для вас, для вашего малыша, для вашего мужа принципиальны. Да, кому-то важно, чтобы пуповину перерезали только после рождения плаценты. Кто-то мечтает родить воду, кто-то хочет вертикально, кто-то хочет приехать в роддом, как только начнутся схватки, а кто-то наоборот хочет прибыть уже почти при полном раскрытии. В общем, каждая пара индивидуальна и каждая рода – это всегда событие уникальное. Акушерка персональная подстраивается под ваши желания, и она следит за тем, чтобы все ваши пожелания в родах сбылись. Когда начинаются роды, начинаются схватки, происходит ваша вторая встреча уже. До этого вы постоянно с акушеркой на связи в WhatsApp, можете задавать любые вопросы. Как только вам кажется, что схватки начинаются, вы оповещаете об этом свою акушерку звонком или сообщением. Акушерка приезжает к вам домой, оценивает родовую ситуацию. И помогает собраться в роддом, проводит гигиенические процедуры, которые вы хотите провести, и которые не очень приятно, может быть, проводить в роддоме. Когда родовая деятельность уже становится интенсивной, и женщина готова ехать в роддом, вы вместе с акушеркой перемещаетесь в родильное отделение. Наши палаты, в которых рожает наше акушерство мамы, они отличаются от обычных родовых боксов. Они очень уютные, в них домашняя атмосфера, в них может быть широкая кровать или кровать-трансформер. Во всех есть обязательно ванны, потому что вода – это лучшее обезболивающее, анестезирующее средство для женщины в родах. Женщина может погружаться в эту ванну, может принимать душ. Акушерка помогает массажем и другими натуропатическими методами обезболивания, и постоянно находится с вами, неотлучно. Помогает будущему папе, если ему нужна какая-то помощь. Акушерка является проводником между персоналом роддома и непосредственно роженицей, малышом, представляя ее интересы и соблюдая все правила. Если вы рожаетесь с персональной акушеркой, то вы минимизируете свой контакт с персоналом роддома. Обязательно на родах присутствует врач, с которым заключен контракт, но врач он не постоянно находится, он приходит раз в несколько часов, проверяет ситуацию и подключается в случае каких-то патологических изменений в родовой деятельности. Если же роды естественные, основную роль играет акушерка. Именно она первая примет вашего ребенка, возьмет его на руки, именно она будет выкладывать его на грудь, поможет вам с первым прикладыванием, именно она пересчет пуповину именно в тот срок, когда вы оговорили, именно она проведет первый туалет новорожденного, обработает пупочную ранку и будет с вами все два часа после родов. Это ранний послеродовый период. Но на этом ваша дружба не заканчивается, потому что после выписки, где-то на 3-4 сутки после родов, происходит послеродовый патронаж. Это обязательная встреча, которая входит в стоимость нашего контракта, на ней акушерка приезжает к вам домой, помогает вам адаптироваться к новой жизни с малышом, помогает искупать первый раз, показывает, как пеленать, как менять подгузники, отвечает на все многочисленные вопросы. Потому что одно дело быть готовым в теории, и совсем другое дело держать на руках 4 килограмма, которые вам дороже всего на свете, и не очень понимать, что с ним делать. В общем, акушерка лучший друг семьи, лучший друг малыша. И я всем желаю прекрасных родов с персональными акушерками. Продолжение следует... Продолжение следует...